Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем рассматривать первое соборное послание апостола Иоанна Богослова. И сегодня на библейском портале экзегет мы вместе читаем третью главу. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Вот, дорогие друзья, какая удивительная вещь. Апостол Иоанн говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мы чадо Божие, и, значит, чего нам бояться? Прочь все фобии, страхи, какие-то переживания, напрасно мы что-то в уме своем пережевываем, о чем-то там волнуемся, потому что мы дети Божие, и это значит, что мы всегда находимся в Божьих руках. Господь ведет нас по жизни, вот как Отец ведет ребенка, а у нас всегда есть попечение. И вот это вот богосыновство, оно выражается еще в чем? Дети — это всегда наследники. А в чем это наследство в данном случае? Бог вечен, Бог премудр, свят. Он обладает неизреченными благами, и все эти блага Он предлагает и нам, как чадам, тоже быть причастниками Его вечного царства, Его премудрости, Его благости, Его света и святости. И в этом и выражается Его удивительная и неизреченная любовь. Но, к великому сожалению, мир не знает нас, потому что не познал Его. И хотим мы того или нет, но покуда мир будет жить по началам богопротивным, он так и не будет понимать христианство. Христиане будут приставать, как какие-то чудаки, которые прощают, готовы претерпеть удар там по левой, по правой щеке, отдать, молятся за врагов своих, желают добра тем, кто делал зло. Но в итоге мир и проигрывает, потому что в этой злобе уничтожает себя, а христианство пребывает, потому что живет Светом Христовым. И вот апостол Иоанн продолжает, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот это самое сокровенное свидетельство апостола Иоанна Богослова о нашем будущем, о том, к чему мы призваны. И призван каждый человек, если говорить богословски, к обожению, а если сказать по-простому, к такому вот теснейшему единению, к родству с Господом. И в будущей жизни, тем, кто хранит себя в чистоте, Господь откроется Сам, как есть, вот подобно тому, как зеркало, которое обращено к Солнцу, само отражает в себе Солнце, вот так и христиане становятся подобными Богу, отражают в себе Господа и начинают сиять светом божественной благодати. Вот прекрасно это описано в беседе с Матавиловым, преподобного Серафима Саровского. И Матавилов вспоминает, как преподобный Серафим просиял благодатью Святого Духа и говорит, что вот представьте, в середине Солнца, в самой блистательной яркости его лучей, лицо человека с вами разговаривающего. То есть лицо преподобного Серафима сияло вот этим неизреченным божественным светом, и каждый из нас призван стать причастником этого света. Но откроется это только в будущей жизни. И мы даже не знаем всей полноты тех вечных, неизреченных благ, которым нас призывает Господь, но ради этих благ стоит потерпеть здесь. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Это очень простая истина, что для того, чтобы быть с чистым, надо самому быть чистым. Как ты войдешь в грязном рубище на торжество вечного праздника, как ты там будешь себя чувствовать, если ты внутренне будешь совершенно чужд этой чистоте, этой святости. Для того, чтобы быть с Господом, надо быть чистым. И очень простое правило. Старайся очищать себя, как только ты заметил в себе грех, как только ты увидел, что в чем-то приткнулся, старайся тут же покаянно молиться, очищать, чтобы быть вместе с Господом, который чист. Ибо с Богом, с его неизреченной чистотой, может пребывать только чистая душа. И вот апостол Иоанн в этой связи приоткрывает нам тайну греха, в чем она заключается. И он говорит, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех — это страшная катастрофа, это разрушение богоустановленного порядка. Вот как представим, допустим, какой-то прекрасный цветок, в котором есть живительная сила, да, и вот он, этот цветок существует за счет того, что Господь вложил в него эти законы развития, красоты, и кто-то начинает его топтать, издеваться, растаптывает, втаптывает его в грязь. Вот это и есть беззаконие, то есть нарушение данных Богом законов. Вот как рыба не может существовать без воды, если ее вырвать из воды, из привычной для нее среды, из той среды, которая Богом ей дана, то эта рыба начинает задыхаться. Вот так и человек, совершая грех, оказывается вырван из духовной среды, теряет причастность Святому Духу и начинает внутренне задыхаться, потому что он лишен уже духовных основ. И в этом смысле вот грех есть беззаконие, как нарушение духовных законов, тех законов, которые дал нам Господь, и всякое такое беззаконие завершается катастрофой. Почему и стоит этого избегать? «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Очень трудно выразить вот в простых словах то, что садил для нас Господь, Господь. Но вот если представить, что любящий тебя Отец, Который для тебя все, вот Он вдруг берет твои какие-то проступки на Себя и начинает за них страдать. Он несет на Себе страдания за твои собственные грехи и через это спасает тебя. Вот на это и пошел наш Господь, Который, будучи без греха, пострадал за наши грехи и для того, чтобы мы были чисты от греха. И, конечно, горе нам, если мы это не ценим, если мы это попираем в какую-то грязь, потому что, как мы сможем взглянуть на Господа в будущей жизни? Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот апостол Иоанн Богослов часто противопоставляет вот эти понятия свет и тьма, любовь и ненависть, Бог и дьявол, жизнь и смерть и путь неправды это всегда путь к смерти, а путь правды это путь к вечной жизни. Вот апостол говорит даже о том, что пребывающий в нем, то есть пребывающий в Боге, не согрешает. То есть на определенном этапе духовной жизни у христианина вырабатывается своего рода духовный иммунитет. Он чувствует, насколько грех противен и мерзок. И уже даже не хочется слышать о грехе, то, что когда-то в дни твоей дохристианской, языческой жизни тебя привлекало и услаждало, теперь становится отталкивающим, потому что, по сути, является мерзким и отвратительным. И вот такое духовное преображение, оно должно происходить в жизни каждого христианина. И наглядным примером этого является прекрасная книга святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где он описывает опыт своей внутренней жизни и как святой Иоанн преодолевал вот эти подступающие греховные искушения. И для святого Иоанна Кронштадтского грех становился уже совершенно неприемлем и чужд, и даже малые какие-то искушения лишали его внутреннего мира, потому что совесть его была чиста. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Вот Святой Иоанн Богослов прежде всего призывает к очень простому такому правилу. Стараться всегда делать правду. Вот живешь ты не обманывай, не лги, не лицемерь, старайся поступать по правде в самых своих простых будничных ситуациях, чтобы внутри никогда не было никакой раздвоенности, никакого лицемерия, чтобы внутри твое сердце не ущемлялось твоей же собственной неправдой. Старайся поступать по правде, и ты будешь близок к Богу, который есть высшая правда. И это первое такое требование. А второе это то, чтобы мы любили друг друга, потому что где любовь, там и вечная жизнь, ибо сам Бог и есть любовь, и в нем заключается вечная жизнь. Но в качестве такого отрицательного примера приводится Каин, который по словам апостола Иоанна Богослова был от Лукавого и убил брата своего. Вот Каин, первый рожденный от Адама и Евы ребенок, к великому сожалению, стал допускать в себе помыслы от Лукавого. И Священное Писание приоткрывает нам, что Каин завидовал своему брату Авелю, потому что у Авеля душа была открыта навстречу Богу, навстречу близким. И Авель поэтому был преисполнен большей радости, большего мира. И Каин, видя, что Господь принимает жертву Авеля, преисполнился зависти и убил его, вот это итог принятия злого помысла, когда ты становишься исполнителем воли дьявола и в итоге доходишь до самого страшного. Вот так всякая ненависть, она невольно влечет к человекоубийству. И всякая душевная греховная страсть может повлечь за собой видимое страшное преступление. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Вот в нашей жизни присутствуют два противоположных друг другу состояния. Любовь или ненависть. Вот как собственно сама жизнь вечной жизни или вечная смерть. И ненависть это всегда продолжение дела Каина. Это всегда тяготение к убийству. А почему так? Потому что тот, кто ненавидит, он не хочет даже видеть другого человека, того, кого он ненавидит. Он хочет, чтобы того, как бы и вовсе не было. То есть ненавидящий в каком-то смысле отнимает у другого право на жизнь. И на духовном уровне ненавидящий становится убийцей. «А всякий человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Жизнь вечная это есть причастность к Господу, потому что только от Бога и подается нам вечная жизнь. И чтобы причастным быть этой жизни, нужно, конечно же, приобщиться любви Божией, тому, что Господь принес в наш мир. Святой Апостол в своих святых строках продолжает «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». В этих словах, во-первых, апостол Иоанн приоткрывает вообще саму суть подлинной любви. Истинная любовь, она всегда жертвенна. И вот эту жертвенную любовь нам явил Господь Иисус Христос, потому что Он положил за нас свою душу. Он взял на себя наши грехи и искупил их своими страданиями. И христианин это тот, кто поступает по образу Христа. Вот для того, чтобы мир преобразился евангельским благовестием, мы должны тоже полагать души свои за братьев. Иначе любви просто не будет в мире. А если не будет любви, то не будет света, не будет жизни. И все растворится в какой-то взаимной вражде, все уничтожат друг другу. Но вот второе, о чем говорит апостол Иоанн Богослов, это то, что жертвенная любовь, она не достигается так вот просто и так быстро. К ней нужно еще взойти. И путь к любви жертвенной на самом деле пролегает через ежедневное доброделание, через помощь нуждающимся. Вот апостол говорит, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Как можешь ты говорить о жертвенной любви, если ты не помогаешь самому близкому тебе человеку, находящемуся в нужде. Вот как часто бывает мы что-то обещаем, но не выполняем. Мы вроде бы намечаем помочь какому-то своему близкому, но потом думаем, что у нас нет сил, нет времени, да и желание пропадает, и очень быстро мы закрываем свое сердце. Вот если мы поступаем так, то никогда в нас не будет сиять любовь Христова, жертвенная любовь. Чтобы прийти к жертвенной любви Христовой, нужно помогать в нуждах своим близким в ежедневных простых даже будничных делах, иначе никогда не стяжать нам любви Божией. Дети мы станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Подлинная любовь она не на словах. Много можно говорить о любви, но подлинная любовь она подтверждается только делами. И к этому призывает нас апостол Иоанн Богослов. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. И бы если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Апостол Иоанн в данном случае приоткрывает такую удивительную вещь. Дело в том, что нам зачастую подсказывает само наше сердце, как правильно поступать. И в данном случае под сердцем подразумевается совесть. Совесть пребывает в нашем сердце. И сердце, во-первых, изобличает наши проступки, наши грехи. Сердце подсказывает, как нам правильно поступить в той или иной ситуации. Если мы хотим исполнить волю Божию, то прежде всего нужно прислушиваться к своей собственной совести, вглядываться в свое собственное сердце, потому что это и есть голос Божий. Если нас осуждает наше собственное сердце, то тем более Бог, который больше сердца нашего и знает все. То есть в каком-то смысле сердце это индикатор, который созвучен воле Божией. Нужно только стремиться содержать в чистоте свое сердце, свою совесть. Нечистое сердце перестает подсказывать. А сердце чистое становится прекрасным подсказчиком, так что порой бывает даже не нужны и книги, чтобы узнать, а как поступить, чтобы не нарушить волю Божию. Ты просто старайся очищать свою совесть, и сама совесть тебе будет подсказывать, как правильно тебе поступить. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Вот очень часто люди спрашивают, какая молитва получает исполнение, вот как молиться так, чтобы получить просимое. И апостол Иоанн дает на это ответ. Если ты хочешь, чтобы молитва твоя была исполнена, то есть чтобы иметь вот это дерзновение пред Богом, нужно, конечно, чтобы наше сердце не осуждало нас. Это значит, что нам надо хранить в чистоте свое сердце, постоянно смотреть, в чем мы приткнулись, постоянно вглядываться в свою совесть, чтобы искоренять даже на мельчайшем таком мысленном уровне самые мелкие, казалось бы, подступающие соблазны. И вот есть такое хорошее правило, какая исповедь является правильной. Вот исповедоваться надо и каяться именно в том, в чем стыдно признаться, но в чем изобличает нас наша совесть. Вот если мы научимся такому покаянию, не бояться исповедоваться, каяться в том, в чем стыдно признаться, то мы и будем очищать свою совесть и обретем внутренний мир. И тогда взойдем к этому дерзновению к Богу и чего не попросим, получим от Него. Добавляется, правда, еще одно условие, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. В общем-то, по большому счету, только человек верный Богу сподобляется исполнению своих молитв. Если ты все время отворачиваешься от Бога, если ты все время бегаешь от Него, то как же хочешь, чтобы Господь исполнил твою просьбу? Постарайся хотя бы в малом явить верность Господу, и тогда твои самые малые просьбы будут исполнены. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вот здесь, наверное, вкратце излагается суть всего христианства. Во-первых, это вера во Христа как Сына Божия, который воплотился, пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы спасти нас от наших грехов. И, во-вторых, это любовь, любовь друг к другу, как Он заповедовал нам. Потому что, ну, если мы будем ненавидеть друг друга, то где же Христос? Как мы будем со Христом, если все время пребываем в какой-то глупой и нелепой вражде? И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Дух, который Спаситель дал христианам, это и есть Дух Любви. Но вот по толкованию преподобного Симеона, нового богослова, в данном случае под любовью подразумевается Святой Дух. Господь не спасал Его ученикам, и Святой Дух пребывает в Церкви И вот если посмотреть на книгу Деяний, то мы увидим, что апостолы, будучи преображены Святым Духом, уже являли людям удивительную неизреченную любовь. И в первохристианской общине эта любовь сияла чистейшим светом. И на протяжении всей истории те христиане, которые сподоблялись причастии Святому Духу, они сподоблялись и удивительной любви к ближним. Вот такая любовь, она свидетельствует, что этот человек един с Господом. Как говорит об этом апостол Иоанн, кто сохраняет заповедь его, тот пребывает в нем, и он в том. Вот это и есть сокровенная цель христианской жизни, обожжения, единения с Господом, которое наглядно предстает как единение в духе любви, а в некоторых сокровенных случаях проявляется как сияние неизреченного божественного света, как мы упомянули в отношении преподобного Серафима Саровского, и к стяжанию этого духовного света призван дорогие братья и сестры, каждый из нас. На этом сегодня мы завершаем рассматривать третью главу Первого Соборного Послания апостола Иоанна Богослова, чтобы продолжить нашу беседу в следующий раз на библейском портале Экзегет. Продолжение следует...